Вновь кирс в спириту. Но Эмбер, сами знаем, чего боится. Может быть, не знаю, там Сайненсера забанят какого-нибудь еще. Посмотрим. Очень много вариантов, мы вот углубляемся, но, думаю, стоит исходить из того, что мы видим на экране. Ониксы поняли, что колы в плане позиционки великолепны. Они, знаешь, как римский легионер, несмотря на потери, сохраняли всегда самые нужные позиции, и снайпер, он вообще умирал в прошлой игре. Я тут что-то понял, что я даже этого... Не, он, по-моему, умер. Возможно, один раз, если я не ошибаюсь. Но 747 был недостижим. Да, 10, 1, 12 кда в прошлой игре. Лайвстиллер бан отправляется. Тоже, в принципе, герой, который... Ну, с Бристлбеком нормально все равно общается, несмотря на то, что может хоть спина убить, неважно, в принципе, инициация. Так же, может быть, с Инфестбомба неприятная. К слову, об Бристлбеке. Кстати... Не, продолжай, я сейчас еще посмотрю. Я вот подумал, а может быть, вспомнить о Сладаре, который так часто отваливался в бан, и взять его даже без Найкса, но тогда автоматически дорога с Эммером будет закрыта, и придется выбирать других героев. На корпозиции опять придется брать физдэмэдж с руки. Можно вспомнить о контре в виде Найт Сталкера, контре Котла, и попробовать так отыграть. Хотя мы не раз и не два видели, как НС проигрывал Котлу. Тимберсо тоже. Классический, пока банк. Контроля не так много, поэтому точно так же банят абсолютно Ониксы. И теперь комплексити. Что возьмут? Уже в ферст-пик, кстати говоря, будет Ониксов. А нет, у кого у нас? Ониксов, да? Да, Ониксов. А придется сейчас Мелонз от какого-то героя избавиться. Опций много, кстати, да, и Спирит, и Эмбер, и Эрс Спирит. Они оба, мне кажется, привлекательны на четвертый банк. И, кстати... Тинкер. Вновь Тинкер. Тоже для Эбеда герой такой крайне неприятный, когда на хайграунд заходишь, да и в магический прокаст, о котором мы тут говорили про Бристлбека. Тоже имеет место быть. Ну что ж, Дубу, выбирай себе героя. Чего бы нет. Вот, Земеля, нет, хотя Земеля, с одной стороны, да смотрится, опять же, неплохо. Да всегда он смотрится, Слардар, вот и Карлзиев есть. Это та самая четверочка для себя он героя сейчас взял. Скорее всего. Я думаю, что да. К вопросу о Дабуе, о Селедочках, Селедочка заезжала пять раз от него, но при этом винрейт у Селедочки 40%, давненько ее не было в пиках. Последний раз около месяца назад команде НП на Даке проигрывал Слардар, но тех же Колов Селедка на Даке обыгрывал. А здесь на турнире 113 матчей. Знаешь, при таком винрейте, я думаю, что с лайфстилером, если да, взять, то винрейт-то будет повыше, если связку героев рассматривать. Конечно, связки, возможно, изменения от Ворда, Ваурда, Колов тоже. А это тоже герой непосредственно взятый был после того, как появляется Слардар, как инициатор, но все равно Мипа. Мипа, Мипа, Мипа. Сразу же тоже не особо прям... Все, это абсолютный, это олл-ин чистой воды. Это решение от Тимоникс даже против Бристлбека. И даже против Аутвор Де Вовара, который тоже является весьма хорошим героем против него, ребята берут Мипа. Да, это, конечно, добавляет интереса к этому матчу. Безусловно, если Эйбит выиграет эту игру этим героем против команды Комплексти, что же, я не поленюсь и поставлю себе на стол фотографию Эйбита, и просто буду на нее смотреть. Я себе фигуруку Мипа взял. Неплохо. Тоже неплохое решение. Но, опять же, эту игру еще нужно выиграть, а у Колов есть целых два драфта, два пика, чтобы взять героев, которые Мипаря будут аннигилировать. А представляешь, если это Next Level Доты, и это Мипа-саппорт для Дабу, а Слардар керри... Нет, к сожалению, раскрыться этот герой так вообще не сможет никак абсолютно радиосетки брать. Но можно и нахуй так взять радиосетки. Но он очень быстро получает третий уровень, может начинать фармить леса за счет пуфов, и там хоть как-то... Жадно, жадно. Где еще Слардару, Блингдангер выфармливаете? На линии в легкой все, пошел и фармливаешь. Ну, а если не дадут ему на легкой линии, все-таки есть чем погонять его. Еще и Магнус, все против этого Мипа. Да, очень много. Что-то я беспокоиться начинаю за Оникс. А если сейчас они возьмут Сайленсера в роль керри Сайленсера, который вообще ничего не даст делать ни Бристолбеку, ни Девауру, ни Магнусу, они просто три, откровенно говоря, куска без возможности кастовать. Ну, а если его забанят сейчас, я тебе больше скажу тогда. И Меланс сейчас не должен ошибиться. Если вдруг я не увижу в бане Сайленсера, я предположу, что его возьмут. Ну, да, уже можно будет это говорить, как такой факт состоявшийся. Но, согласись, на бумаге смотрится великолепно. Сансор под инициацию. Мипа прыгает, начинает давать сетки, и дальше ты просто накрываешь всех глобалом. Никто ничего не кастует, ты ничего не боишься. Ты просто идешь и ломаешь. Часики тикают. Да, напряжение нарастает. Сейчас бан очень важный должен быть. Вот Дубу, и он думает над этим баном, но вполне возможно... Ну, верно, вполне себе сопутствующий бан, как... Очень много саппортов, знаешь, также Дизраптор какой-нибудь появится. Тоже крайне хороший герой против Мипа, когда ты одного даже ловишь, любого, где бы ты его не нашел. Вот Статик Шторм с этим Глимсом крайне неприятный саппорт. Не удивлюсь, если Дубу умудряться будет еще и делать пуф-аут. Мы знаем, что у Статик Шторма не сразу проходит дэмэдж, и можно даже блинкаут сделать. Этот король Мипа вполне возможно и оттуда придумает аут. Да, Меланс считает ситуацию. Я бы совсем не понял Меланса, если бы вдруг Сенсор появился в драфте Тимоникс. Это было бы слишком-слишком-слишком истоком. Да, и времени тоже у них останется немного, но пока за ними право ласт пика. Очередь команды комплексти еще усугубить. Свой пик кем? Я бы на Дизраптора поставил и понял бы спокойно команду комплексти. Они могут же взять, если... Ну, в таком случае, Котла на четверку поставить, да, а Дизраптора, например, на пятую. Либо, если мы рассмотрим, как Котла на пятую, то четвертая позиция необходима сейчас. Комплексити, кто-то такой, герой роумер, герой, который, в принципе, может несколько усилить твои линии и погнобить Мипа в миде. Опять же, может быть, тот же самый Огрмак какой-нибудь. Или же тот же самый Юрспирит, если на нем есть кому отыграть. 15 секунд дополнительного времени у Меланза, и нужно принимать решение, какой же накал страстей. И я прям чувствую, как на пределе нервы обоих драфтеров, обоих капитанов. Тут нужно принимать самые взвешенные решения. И Бладсикер, ох, какой редкий гость. И все против Мипа, все против Мебеда. Ты посмотри, сколько героев должно получать деньги. Третье появление и винрейт 0%. Ни одной игры из двух, в которых уже участвовал Бладсикер, он не выиграл. Эх, дружище Кайл, что ж ты нам хочешь показать-то, а? Что такое с тобой? Я ожидал более такого прямого тактичного пика. Неужели настолько ребята сильно решили загнобить Мипа? Если они это сделают, в принципе, даже если... Знаешь, на что они рассчитаны? На то, что они настолько сильно загнобят его, что карты все и хватит комплексти на всех героев. И в таком случае, да, это может быть и жадно, но ты при этом имеешь фарма отовсюду. И из вражеского леса Бладсикер, допустим, будет возить фарм. В твоем лесу пусть фармит Магнус. Аутворд Вар вывозит вместе с Бристалбеком деньги на линиях. И все это впоследствии во что-то должно вылиться. Ну знаешь, Антон, мне кажется, с появлением Бладсикеров в драфте, команда комплексти прям вот на лезвие ножа встала. И сейчас... Хотя изначально позиция у них была выигрышная. Безусловно, да. Они взяли Магнуса 2, Робли Стейлбека, кажется, уже все в порядке. Но вот этот неоднозначный герой... Конкретно ставки на карту мы видим сейчас перед вами. Чуть подправили, да. Как все подкорректировалось. Комплексити чуть... Ну как, 1.4 был, теперь 1.5. Потеряли немножечко уверенности, видимо, зрители в этой команде. Но в любом случае, время делать эти ставки, ибо матч начнется буквально через несколько секунд. Друзья, делитесь с нами информацией, как вам драфт. Хэштег Dota.sl.tv, хэштег Dota.2 по-кильски. По твиттеру можете все это еще к нам распространять. Да, до нас это обязательно дойдет. Но нам не терпится уже начать, поэтому последнее, что вам скажем, это давайте смотреть дотку. И представим, конечно же, команды и игроков. Да, начну я с команды Onyx, позволю себе, победители первой карты, проигравшие на второй, это Гарри Поттер, он же... Вот он нас Эббета показывает, давай, вот здесь вот. Давай, Эббет, Мипа. Все логично, все просто. Слардар в руках демона. Будет катать Нэш Голд Джуниор на Джиггернауте, он же Мэйсон. Дабу на Варлоке. И остается кто у нас? Бульба. На Абадоне. Не хотят нам переключить. Да, Колы, 747-й на Творде Воури. Следующим у нас идет Мелонс, Кайл Фридман, капитан команды комплексити на Keeper of the Light. Манкис Форевер играет на Магнусе. Зитфрик, тоже Фридман, у нас играет на Бладсикере. Ну и Му, Бристолбек. Шипастая спинка. У меня, кстати, тоже такая есть. Красивый сетик. Ну что, мы ждем начала матча, небольшая пауза, игроки реконектятся, мы к этому уже привыкли. Проблема с мышкой у Гарри Поттера, он же Бульба, возможно, предыдущая отправилась в окно после проигранной. Все возможно, мышки такие непостоянные, знаешь, легкое движение руки. Ну да, и особенно если они беспроводные, они летят дальше. Да. Бывает опасно. На них такой наклейки нет, типа, ну, осторожнее, чувак. Не забывай, что она беспроводная, она летит далеко. Не все готовы продолжать, судя по тому, что паузу нам обновили. Да, сейчас мы увидим сразу же наверняка Смог, вот эти телепорты стандартные начальные, эти варды. Дубу на нас посмотрим, куда будет лететь, ставить свой вард. Знаешь, он играет на Варлоке сейчас, вот такой вот герой. Вроде бы, ну, под его плейстайл, мне кажется, не совсем подходящий. Слишком остро привык играть в Дубу. Да, да, и на Варлоке ты что-то сделаешь, ты стоишь на линии, это Лайн, герой абсолютно, и он действительно на линии много чего делает, но, блин, тогда, получается, демону придется на Слардаре идти искать, румить. Вот так вот решили респапнуться, хотя я предумал, что именно Дубу сыграет на Слардаре. Показывают нам Камнеголового. Ждет, ждет. И информацию о матче Not Today и SGA Sports, там боевая ничья, так же, как и здесь, южноамериканский регион пока расходится. Тоже борются до конца южноамериканские команды. Пожелаем им удачи, ну и удачи тоже нашим командам, Onix и Complexity. Телепорты пошли, Дуба идет ставить вард на вражеский хайграунд. Я думаю, спаун тоже, возможно, попытается здесь замлочить, если захочет. Какова цель? Ага, лайн, понятно. Ну, знать, когда отвод, что-се, чтобы подойти и хардленеру дать информацию, мол, сходи, получи лишние XP. Да и там какие-то подключения, может быть, посмотрим. Заодно надо понять, да, лайнапы, что, где, как. Потому что до конца непонятно. Я вижу там джиггернаут, который трется с щитком в хардлинии. Варлока там я тоже вижу, Дубу. Неужели тут у нас получится так, что Абадон будет фармить на сейфлейне? Ну, это, вероятно... А Слордар перетянется на топ еще. Почему бы и нет? С другой стороны, мы очень часто видим такие ресвапы, и никто не помешает. Главное сейчас для Оникс это выжить максимум из того, что есть. Тут, сам понимаешь, третья карта. Ну да, им нужно, в принципе, я понимаю, мув, потому что ребята, они должны дать денег в начальный этап. Если потом они могут захватить карту и всю карту выфармить, то сейчас у них жадный пик, и ты должен по минимуму дать им денег на начальном этапе. Но освобождается линия с Абадоном, да? Абадон здесь, в принципе, ничем не помешает. Ребята выбрали вот такой вот приоритет именно в сторону героя, что окажется на сейф-линии. Оникса дожимают целых три руны, и это может быть таким, знаешь, приятным подспорьем в деле доминирования эрли-гейма. Ну, а как это будет на самом деле? От предположений к действительности пошли крипы, выходят на линии героя, и посмотрим, чем закончится. Самая, наверное, важная линия будет в центре. Эйбит против 7-4-7. Есть опция от Ворда Ваура прятать в астрал, и крипов, и самого Эйбита иногда можно убирать при случае. Вот, например, как сейчас. Да, и перединаивать просто его, плюс он будет получать урон. Но, в принципе, я должен каких-то, ну, он тоже по крипам. Посмотрим, будет отставать или нет. Мне бы хотелось обратить на лайнап, вот где Абадон стоит. В первую очередь это то, что Котел заливает ману этому парню, и ты посмотришь, что уже с Абадоном происходит. Сейчас щиток упадет, и все, да, через секунду это первая кровь. Нет? 70 кп, стики прожал, healing self, выигрывает время. Щит как же хорошо действует. Ох, как восторг. Вот это да, это прямо на первом левеле. А что будет дальше, особенно когда у Котла появится манолейк, в принципе... Ну, там, второго-третьего. Может, да, либо сейчас его получить, чтобы вот подобным образом Абадон не уходил. Может получить задув на втором, что просто крипов там где-то подфармивает, но просто будет уничтожать этот герой еще с Абадона. Вот этот Абуз, двойной выстрел с Квилл Спрея под Чакра Мэджик, очень неприятно. Жесткая тема, да. И, кстати, я даже не задумался об этом Абузе, а он нереально крутой. Но пока, видим, Бульба не ошибается на тоненького, но отыгрывает. На топе, к слову, давайте на ту линию тоже свой взор обратим. Дабу дерется по звонке с Форевер. Нэш сейчас вклинится в эту дуэль. И в неравных силах 2-1, разумеется, приходится отступить товарищу Магнусу. Но под Эмпауэром, к слову, дэмэджа у него хватает. И своих криповщиков воровать он тоже будет. Не думаю, что он как-то серьезно просядет. Да, не будет все гладко, но не хуже явно, чем у его визавис. Смотри, что у нас творит демон. Тоже довольно агрессивная игра. Мало того, что забрал баунтируну сейчас у Бладсикера, так еще и постоянно. Иллюзии, кстати говоря, уже у Эбита. Но это иллюзии. Тут еще 4 мипаря уже получается. Кручу-верчу, обмануть хочу. А ведь, кстати, интересная тема. Ты сейчас с этими иллюзиями можешь себе сделать даблстаки, которые потом ты заформишь. Крайне интересное решение. Ну, Эбит, возможно, даже попытается это законтролить. Какая там игра на клавиатуре сейчас происходит, феерия скиллов, чтобы все это контролить. Эбит уходит, к слову, в лес. И, похоже, решил фармить там, думать, что это будет продуктивнее. То, о чем я говорил, 3-4 левел и понеслась. Абадон там без маны уже сейчас, она у него закончится. Щиты тоже. Но, в принципе, у него есть стики, которые позволят ему хоть как-то получить личный запас маны. Сапог и Magic Wand ему необходимы, иначе не уйдет он рано или поздно. Да, да, да. Задувают демона. 17 клипов в миде, кстати говоря, еще и тут у нас шрайн заюзали, да. Мимо пробегает демон, мана лика нет. Есть иллюминейт на третьем. Думаю, мана лик, как ты сам считаешь, мне кажется, нужен, чтобы просто хотя бы убивать ману эту с Абадона и просто на линии. Иначе он будет бессмертным. Этот щит, он, ну мы сами видели, этот щит спас ему жизнь, откровенно говоря, на первом же уровне. И дальше 100 маны, достаточно серьезный расход, при том, что у Абадона монопул меньше 400 на четвертом уровне. Весьма и весьма неприятно. Да, не может вообще к крипам подобраться Абадон. Хотя, знаешь, 18-13 нормально, держится еще неплохо. Мне кажется, играет Абадон сейчас крайне аккуратно. Да, так же, как и вся остальная команда. Все здесь безошибочно, по крайней мере, пока кровь не пролита. У нас счет 0-0, Эбит Лиса ушел вновь фармить на топе. Он больше получит в Лисах, чем еще он параллельно на линии с 747-м, который может его отправить в Астрал, задинает скрипов. Лиса, в принципе, немного более сливого. А Эбит на центре решил все же сагрессировать на 747. Есть еще одна стенка, неужели... О, сетка, конечно же, а не стенка. Неужели здесь будет пролита первая? Да, это Ферзблад 747-го Эбит в меде уничтожил. И, конечно, подарок за это нашему зрителю. Market.dota2.net. Спасибо за это. Блин, улыбаюсь, не могу. Это, конечно, не победа. Маленькая такая победа в центральной линии, но я опять рад видеть этого парня на этом герое. Ну, прям, реально, это круто. Получаем удовольствие. Такое же, как и дубу. Стана от демона побоялся уже. Ну, и тут, в принципе, Джиггернаут подходил, поэтому грамотно оценил ситуацию Магнус. Не стал добивать дубу. У него там буквально на пару ударов было здоровье. Сэмпауэром бы, в принципе, манкать forever он мог. Ну, размен не был бы в пользу одной комплексти. Зет Фрик подошел подфармить. Ну, слушай, вот котел, да? Третий левел получил второй Чекер Маджик, да? Он не добывал линия. Он в лесу старается получить свое, делает стаки. Вот этот котел... Многофункциональный котел. Многофункциональный, но, мне кажется, на линии стоило чуть бы подавить еще немножко Абаддона. Он как-то бегает пока что. Ну, с одной стороны, не говоришь, что он делается плохо, да? Поставил вард. Где-то сделал дабл стак. Причем дабл стак здесь из эншентов сделал он. Полезная штука. Абсолютно точно. И рано или поздно эта штука зафармит либо му, либо... Абаддон показал характер щитом, и сейчас несколько там му даже продамажить смог. Причем идет фейсбутцы. Это действительно будет Абаддон-агрессор. Это будет выход опять в... Да, действительно, в корр позицию. При всем при этом в топ-5 по Кривстатам пока три героя команды Комплексити. И из Ониксов лишь двое. Абаддон немножко отстает даже от Манкеса. Проигрывает однозначно Зетфрику. Зетфрик демона находит. Очень больно пробивает и успевает уйти без ХП. Из леса селедочка. Здесь же мы видим, как Мэйлон запытается напрячь. И это Эйбит вновь. Эйбит. Эйбит. И еще раз Эйбит. По количеству мипарей буду повторять его никнейм. Пока не устану. 2-0 пока в пользу Ониксов. Матч такой пока... Давай поговорить, как есть. 2-0 в пользу Эйбита. Ну да, с одной стороны ты прав, но мать потихонечку пока разгоняется. Думаю, что мидгейм у нас будет очень интересным. И пока мы смотрим, чем тут все у нас. Демон притянулся на бот. Ему нужна Экспа. Ее довольно много получил Абаддон. Уже получил 6-й левел. И начинает уже подтягиваться к своей команде. Там он будет тоже полезен. Даже несмотря на то, что на линии он пришел к Джиггернауту. Они, так думаю, будут ее давить. Да, дабу зайдет сейчас за Тауэр. Есть Вижен. Можно поставить точнее обсервер. И этот Вижен сделать. После чего линию давить без каких-то проблем. Главное, демону не подставляться. Даже крипов тут под вышечкой забирает. Но главная, основная здесь задача для него – это получение экспириенса. Сейчас могут вновь выйти в мид на Эйбита. Хотя нет, я вижу, отступает. Меланс не стал выходить из леса. Тир-1 вышку потеряли. Очень дешево, на мой взгляд, в комплекте. Сами при этом никуда не пытались разменяться. Ну и тратят премию. Выход в смоках в поисках Эйбита. А Эйбит по счастливой случайности фармит совсем в другой стороне леса. Да, с Раптуркой бы его забрали очень быстро. Чекнули все спауны. Спауны стоят. Один еще заблочили вдобавок. С Энтрей. Ну и пока что смог в никуда. Ну разве что, ну что бы, ну в мид идти на Абадона тоже, да? Сейчас, конечно, выйдут. История из прохладных, там есть ультимативная способность. И, разумеется, не один сам. Только если вот подобно, ну, фулл хп получили, тэп аут. А чем забивать? Ариэс поляльти только, никак иначе. Раптург на Абадону. И мне кажется, будет продавать Эйбит. Он даже не полезет спасать его пытаться. С помощью сеток. Убили его. Забрал себе килл 747-й, хотя мог отдать его в Монки из Форевер. Но решил засекьюрить. И деньги тоже нужны. Еще и вышечку... На Боте там станом отбросился демон, да? И вышечку забирает Му. Тэп аут успешно. Начинают в комплекте расталкивать линии. Начинают как-то команду Оникс из равновесия выбивать. И это правильное решение. Должен понимать Эйбит, что нет спаунов. Еще, знаешь, Эйбит должен понимать... Он сейчас тут, ну, ру не сбивает ТП. Эйбит должен понимать, что ему нужно обязательно... Призопасить свой лес, все свои спауны. Обеспечить вижен хорошие ему должны саппорты. Потому что подобные забеги под Смоком не принесут ему счастья в его дом. Все верно. Ему нужно реально до этого блинка и с блинком даже учитывать. Потому что блинк будет не только у него одного. Блинк будет и у Магнуса впоследствии. А это как бы скастованный РП. И даже в лесу, если его найдут, как бы на одного Эйбита, естественно, будет проюзано. Поэтому надо леса обеспечить хорошим виженом. И убрать вижен оппонента. Да, явно никто не будет стесняться. И, кстати, на 747 хороший выход. Пошли сюда ТПшки. Есть и Сайланс. И Раптурочка пошла. ТП-аут делает тем мипа сразу же. И остальные пока живут. Не думал, что Эбит, нырнув так глубоко, сможет оттуда выбраться. А он смог. Мне кажется, ошибка Затфрика. Нужно было вешать на мипаренка ультимативную. Не должен был попадать основной мипа под удар. Не было бы такого легкого ТП-аута. Я вот к чему клоню. Тем не менее, не погиб мидер команды Комплекси. Не погиб мидер команды Оникс. Видим, как Затфрик зафармивает леса. Видим, как тем же сам пытается заниматься. Ему все зарабатывают, зарабатывают и зарабатывают деньги. В центр смещается Джиггернаут вместе с Дубой и с Големами. И сейчас последует команда уколов. Будем ли мы собираться и будем ли давать какой-то отпор. Мелонс видит демона. Тот задувает. Демон станет его. Ну и должны, по идее, Меллзак, например, договаривать. Кстати, там Эйбет, просто перехват вышел, забрал этого котла. Вышку тоже заберет команда Оникс. И вышку забирает Абадон. Деньги тоже нужны. И он, кстати, просто собирает сейчас Доминатор. Такой вот. Какой же наглый Эйбет. Как у него это получается? Не знаю, говорят... Мастер, мастер на этом герое. Нам что тут еще говорить? Везет тому, кто везет. Побеждает сильнейший. Так, нападение на Бристлбека. Пуфы идут. Ой-ой-ой, Эйбет понимает, что все. Хана, хана может быть. Ну и Бристлбек тоже бежит. Эйбет сумел отбежать. Да, не по силам этот герой, конечно. Вангуард уже. И ПТшечка на силу тоже жирный герой. Отпиваться на Шрайн. Надо всегда помнить, на лоу ХП мансить не получится. Безнаказанным ты не останешься. Качается Терст у Владсикера, и тебя всегда найдут. Смог от Комплексити. Чем это все закончится? Разревилили. Эйбет. А вот Мелан с каким-то счастливым случайностями остался невидимый Эйбет. Да, спалили сейчас Комплексити. Поэтому он и спрятался на хайграунд, занял позицию такую. С блинком он Саевовую позицию занял, ему ничто не грозило. Знаешь, это Саевова атакующая позиция, оттуда он и впрыгнуть, разумеется, сможет. Если бы рассчитался, ну, если бы ситуация была в его пользу, и он видел, что он может быстро кого-то сборствовать, без вопросов. К слову, пытаются сейчас разменяться. Тер-1 вышку в миде на верхнюю Тер-2 от команды Комплексити. Оникси также ломает, туда потянулся Манкис Форевер. Будут ли еще перетяжки. Там еще нет даггера, есть только возможность через Кьюэль завязать РП. И Му, Му, будут ли его наказывать? Эйбет в позиции, есть даггер, есть возможность сцеплять Му. 7-4-7 достаточно далеко отошел, но есть Зетфрик. Зетфрик с неприятным Сайленсом. Ну, не знаю, вроде как вышку хотели, да, но и вышку не одолели. Ну, смотря кто, Оникси Тер-2 на топе снесли. Да, вот они-то как раз-таки все делают грамотно, а грамотно распределяется по карте. Дабл дэмэдж, да, эй, беда! Похоже, могут быть сейчас сложности. У кого там? Так, Джаггернал тем временем там будет, конечно же, Манта Стайл готовиться. Здесь необходимый для него артефакт, чтобы участвовать в контактном бою. И пингуют активно на Рошана, неужели это выход в Рошпит? Так, поставили в центре, конечно же, который снимается. Быстро сняли, да, но и Коррозив Хейса прокинули по Бристлбеку, ну и вышли быстренько из Рошпита. Дали Смоук. Зайдут обратно в Рошпит и начнут вивать? Да нельзя быть такими наглами. Нет, там Эбит, там Эбит просто уже уничтожает. Во-первых, он уничтожил Котла где-то на боте. А сейчас даже, ой, ну под Шрайн лезть не стоит. Но вот Рошана забрать нагло можно. Рискованно, конечно, но можно. Но реверс полярити, конечно, штука весьма неприятная. Эбит, там нет, ребята, 12 секунд КД на БП у Эбит. Да, уже зашел, уже зашел Бристлбек, быстро выбегают. Главное не забывать держать хорошую позицию, чтобы не было реверс полярити в большое количество человек. Все равно возвращается Джаггернаут. Что за... К Магнусу летит Даггер. Этот артефакт может перевернуть сейчас исход сражения. Эбит тоже сюда смещается. Но и про Рошана вовремя забыли. А Эбит в это время еще и толкать умудряется тир-1 вышку. Каков наглец. Да, обратно распуфался. Припуфались они. Ну, что? Добивать Рошана, когда соперник усыпит бдительность? Да нет, Бладсикер не забывает про него, да и мониторит все Магнус. Ох, я не знаю, как с этим справляются сами игроки, но у меня сейчас, кажется, сердце вырвется из груди. Такая напряженная борьба и настолько интересный, захватывающий матч. Кстати, может быть, на графике взглянем, что-то я как-то отвлекся и давно на них не смотрел. Две тысячи с небольшим преимуществом. Оникс в деньгах по опыту чуть менее полутора тысяч. Ноздря в ноздрю. Две тысячи все это, видишь сам, в ком лежит. Да, эти две тысячи это Эбит, Эбит, который опять рашит Хекс, кстати. И купил уже ультимейтор. Да и в этой ситуации Хекс тоже является хорошим решением, поскольку ты просто будешь бегать и убивать по одному любую цель. Абсолютно неважно любую, но разве что не Бристлбек. Хотя и Бристлбек с Хексом тоже можно. Ну, оформлять эти уже 1800 хп будет непросто, откровенно говоря. И есть подозрения, я вот пытаюсь понять, а неужели Эхо Сейбр хочет купить себе мут? Гор Бристлбек. Ну почему бы и нет, поскольку. Но я вообще думал, что он будет апать в ангард. Такой камазный Бристлбек получился бы такой. С утилитарными такими артефактами. Но это мое мнение, мнение игрока, решение его тоже является верным. Кстати, вот и ответный Слордаровский даггер Демонс может врываться. Это будет хорошим решением. Это будет... Ну тоже 15 минута, хороший даггер. Точно так же, как помнишь, Рубик был. Да, 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 да. Рубик от Зетфрика, который, мягко говоря, попортил нервы. Магнус, единственное, что Магнус проседает по фарму. Вместе Манкис и Зетфрика, они мешают друг другу. И сейчас те леса, как ты верно отмечал, они делятся. И денег не приносят в итоге никому. Да, но там Мипа все может вычистить. А тут надо распределять фарм между всеми. Плюс линии. На линиях еще ты можешь подставиться. Тоже такая сомнительная нота. А лес? Такой сейвовый вариант фармить лес. Сейчас, кстати, не такой уж и сейвовый. Думают, Рошан или в лес? Рошан или в лес? Го в лес. Ну тут Шрайн. Под ним драться не захочется. Но можно быстро убить Магнуса. Големы сверху упали. Минус Магнус. Сюда прилетает Бристлбэк. Здесь его бьет Голем. Демон Коррозим в Хейс разбросил. И знаешь, в отсутствие Магнуса грех не идти забирать Рошана. Но Му вносит коррективы в планы Ониксов. И идет драться очень серьезно. Получает в очередной раз на Нэш Рапчурочку. Но есть возможность Блэдфьюри переждать. Хеллингвард также свои задачи выполняет. Прыгает Эбит. Му очень больно проседает Му. И пролезает здесь. Здесь под связью. Всем очень больно. Просто невероятно погибает. Присот 47-й. Да, забрали Варлыка. Джиггернаут очень битый. Очень красный герой. Но сейчас он даже здесь при таких... Ну, тем более с поддержкой Эбита справится. Справится он с фриком. Демон продолжает носиться здесь. Под великолепным мувспидом. Транквилл работает. Захиливается. Демон готов при случае на Мэллн занырнуть. Откатился Даггер. Откатился Гвардиан Спринт. Слизнадка тоже есть. Но принимает решение назад. Немножко отойти. Ух, как дерзко действует Демон. Он оправдывает свой никнейм. Как ты думаешь, увидим ли мы в ближайшие две минуты смерть Камниголовы или команды будут ждать вновь каких-то пиковов, может быть? Пиков, пиков. В принципе, в данном случае Дракона Рошане не принесла Рошана с Аегисом для команды Оникс, но принесла деньжа для Эбита. И как только у Эбита появится Хекс, а он у него появится уже через тысячу монет, тогда уже можно будет вновь обратить на него внимание. Но и внимание опускать сейчас, да, забывать про Рошана тоже не стоит. Мало ли там комплексити. Ну, долго они все равно с ним будут справляться. Дэмэдж с руки там прям при таком, ну, минус армор нужен, то есть все. Поэтому вышки стоит пока лучше свои защищать, но в миде Тир-1 уже не было смысла там уже что-то с ним делать. Ну, в 18-минуте, честно говоря, это потеря Тир-1 вышки не то, чтобы критично. Да, не критично, поэтому продолжать нужно фармить Хекс. Это самая основная задача сейчас для Ониксов. Ну, и задача для Эбита в частности, потому что он индивидуально этой задачей занимается. Кстати, 500 монет не хватает до Хекса, но тут... Слушай, 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 тут все может быть очень интересно. Магнус, РП! Каков наглец, но вы посмотрите на этот даггер-аут и РП в никуда. Я думаю, просто сейчас смеется в голос. Ну, по-другому нельзя назвать это везение или что вообще? Этот человек, который, мне кажется, хайлайтов на час может подарить своей безумной игрой на Мипа. И, кстати, этот Мипа уже доходит в Рошпит. Здесь проблемы. Бладсикер дает сайланс, сайланс. Очень неприятный шаг. Но без РП-то теперь-то точно нужно заходить. И заходить нужно не одному Мипа, но всей команде тоже, знаешь, с одной стороны нужно держаться. Ну, вот этот Рошан, приелся он немножко Ониксом. Они немножко здесь бегают вокруг него. С одной стороны, не думают, что прям нагло его будут в комплекте забирать. У них нет такой возможности. Но чуть сковано сейчас действуют Ониксы. А вот и Хекс. 19-ая минута Хекс. Хекс после Даггера, после Драгон Лэнза, после ПТшки. Ну, теперь уже должен горнуться туда Мипа и смело забирать Рошана. Любого, кто подойдет в Хекс и просто в расход. Под големами. Зедфрик уже рядом. Зедфрик готов кинуть снова Бладрайт. Бладрайт штука неприятная. 6 секунд полного сайланса абсолютно по всем ликарям. А тут на него врывается демон. Забирает уже Аегис. Мипа и ребята рвутся вперед. Еще сейчас Блинк будет у Эбидо. Он может прыгнуть туда. Но там не стоит забывать про Шрайн. Эта штука неприятна. Не стали драться под ним Ониксы. Сами идут... Ну, тут Мипа идет свой, собственно, лес выфармливает все остальное. Теперь посмотрим на реализацию Аегиса, в первую очередь. Не так много фрагов было, кстати, сделано в рамках этой карты. Всего 10 за 20 минут. Но появляются уже такие артефакты хорошие. Да, там Хюрикен Пайк только-только появился 747. Кстати, у кого-то из зрителей после смерти Рошана появился... Появился кое-что другое, да. Сундучок. Приятный сундучок от марки Dota 2.net. Спасибо партнеру за это. Да, друзья, вот так вот в четвертом часу, может быть, даже в пятом утра, не знаю, смотря где вы, смотрите эту доту, откуда, из какого города, какой страны вы... Смог, массовый смог от команды Complexity. Заодно Vision по-хорошему бы расставить в этом лесу не помешало, этим занимается Кайл. И по всей видимости в спину попытаются выйти. Пуф-пуф-пуф. До свидания. Был и нет. Не успел тут, к сожалению, ничего сделать. Магнус. Как же... Он уже научен гонким опытом. Я не знаю, я не знаю. Вот эти все микросекунды, микромоменты. Оникс возвращается обратно. Демон тут тоже стоит на демона нападения. Демона под Блудрайд. В принципе, он еще с Таном отбросился. Получил 4 смачные тычки, но там ворвались големы. Эббет просто уничтожил на наших глазах сейчас Магнуса. То же самое будет с Отвордом Оуэром. За него уже не беспокойтесь, его нет. И все еще в Демона сливают свои скиллы. Раптура улетает по бедняге Демону. Его там захиливает Вард. Его захиливают и Варвар. Просто уничтожают Му. Очень быстро уничтожают Му. Да, размен 3. Точнее, 2, извиняюсь, в 4. А Игз остается за командой Оникс. И трипл килл делает Мипо. Но это... Это опять достойно аплодисментов. Но это еще не победа. Нет, конечно. Здесь все только начинается. И агрессия... Сеточка не попала по котлу. Черная сеточка не попала. Ну, тут ему просто повезло. Кайл. Сбили прицел Эббеду. По Эббеду телепорт сюда такой. Отсюда сразу делает Эббед. Ну, если что, этими мипарями он сможет отпуфаться. Ну, главное здесь забрать вышку. С чем, в принципе, команда Оникс справляется. Вышка в миде остается последней у команды Комплексити. Ну и карту они потихонечку занимают. Обратите внимание. Графики-то у нас взмыли. Пусть не настолько... Не намного по золоту. По XP действительно сейчас лидирует команда Оникс. Но это мипарь, который, откровенно говоря, уже 21 уровня. Да, да. Это жестко. И при 15 уровне Аутворд Деваура 747. И таланты. Таланты. Это даже если возьмет, он, допустим, те же самые 400 хп. Если... Ну, хотя в данной ситуации... Нет, ну, три пуфа, конечно. Три секунды пуфа и уменьшение вдвое кулдауна. Какой еще талант уменьшает кулдаун на 50%? Ну, просто... Таты, он просто не так, знаешь, одного Драгон Лэнса. Ну, может, чуть хп подбавится. Ну, тут ему пофиг просто. Ему просто пофиг. Он прыгает на Блотсикера, уничтожил, стер в порошок, заработал Годлайк. И еще две минуты будет Аегис. Что за эти две минуты произойдет с командой Комплексити, мне сложно представить. 15 тысяч на Этвардс. Ровно на 50% обгоняет 747-го. 5 тысяч разделяет их. И Эбит идет давить дальше. Тир-2 вышка. Под прицелом. Эйбит, Эйбит, Эйбит. Да, он идет. Просто, если что, оппонента тут уничтожать. Кстати, поймали на лек. Остальная часть Мипа убивает Тир-3. В этот момент мы здесь видим, как убивают котла. Без котла дефать гораздо сложнее. Мипа вернулся обратно. За ним тоже сложно следить. А что там у него на экране происходит? Сложно вообще представить. Минус один барак. Все идет очень молниеносно. Эйбит пытается забрать Мангеса. РРП есть. Но там еще все еще есть. А Егис. Да, Егис разменен. Но сейчас после Егиса что вы будете с ним делать? Нужно попытаться зафокусить. Есть причем. У него в данном случае еще вся команда жива. У Эбита, я имею ввиду, сетку он отбросился. Страдает один из мипарей. Он ушел на пуфах. И тут мипарь, что лоу хп. А все равно он умирает. 80 секунд без него. Не хватило как раз вот тут этой доли секунды ему, чтобы выжить. Годлайс Рикс бит. 991 золотой получил за это убийство Му. Но нету линии у команды Комплексити. Это факт состоявшийся. И сейчас колы идут выбивать еще байбэк по возможности из этого мипа. Очень рвутся ребята по миду, по кратчайшей линии. Побыстрее, дабы добраться с далпанента. Но там еще есть тир-2 вышка, есть глиф фортификейшн. Я бы не скидывался с щитов Джиггернаут, которого у Манта Стайл есть. Готовится к появлению и Шадо Блейд. Так, еще демон. Ну демон там уходит. Киотик офферинг, кстати, тоже никто не скидывал. Конечно, конечно. Подефать можно. Этот байбэк из мипа сейчас вряд ли удастся выбить команде Комплексити. Они еще могут подставиться, что самое главное. Потому что они без... Ну, реверс полярити будет сколько там? 47 секунд. Это существенно. Это очень существенно. Не стоит про это забывать, что сейчас колы слабее. Несмотря на убийство мипа, в корне ситуацию они не поменяли. Да, тир-2 вышка неприятна. Может быть, для Оникс, но тир-2 плюс мипа в размен на сторону с двумя бараками легчайшая. Я думаю, что Эйбет готов так размениваться. Да хоть что-то, знаешь, с одной стороны получили колы, для них это уже хорошо. Мне кажется, может быть, даже Эйбет слишком глубоко зашел в этой попытке добиться. Чуть-чуть заигрался. Бывает, бывает. Когда ты гудлайка набиваешь, ты вообще оппонента не чувствуешь. Я не вижу ваших рук. Да, так оно и есть. И Эйбет продолжает свой фарм. Вот то, о чем ты говорил, статов. Ощущение такое, что статов немножечко не хватает. Как-то слабовато выглядит этот самый мипарец. С учетом того, что Bloodseeker собрал Аганим Септер, есть два заряда Раптюры, можно двух мипарей, например, вылавливать и пытаться там уже дальше играться с Хирикейн Пайками или там, может быть, даже Форставчик. На 3 секунды Пуп для него будет лучше по выживаемости все-таки, я считаю, чем 300. Да, да, 400 хп. 400 хп, да. Ну, нет никаких миссов, не так много пока армора, поэтому 400 здоровья там, ну, эффективного будут не намного больше, не принципиально больше. Под смоком находятся команды Комплексити, Эльвир Спалярти у них имеется. Но их спалили на скане. Да, их спалили и ждут. Очень хорошую позицию заняли игроки Оникс. Не стали они рвать. Вот это врывение вперед у них вроде как есть, но в меру. И если что... Это называется холодная голова. А это называется промах. Демон вроде как врывался сейчас, но не попал стана по Бристлбеку. Контратак вроде как планировали кол, но ничего не получилось. Моноликом не подцепить Абадона. Ну, они опять увидели Абадона. Да, это, наверное, последняя цель, которую хотелось бы ловить. Сейчас бы в Абадона с Боровит таймом под... Ну, как бы вообще нет смысла. Тратятся. Да, и что ждут Оникс? Думаю, что они ждут у Эббита пополнения портефактом. Плюс не стоит забывать о байбеках, которые не у всех героев имеются. Например, байбек стоит дофармить Джиггернауту, да? И если госцептор Эббит райдкликнет, а у него как раз сейчас хватает на этот самый Террил, то он без байбека, а без байбека оставаться не лучшей из затей. Да, вот он Этериал, и нужно еще целых 1160 монет для байбека. Время есть. У них время есть. Линия пушится в центре. Колы вроде как будут рассчитывать на то, чтобы обороняться. И сейчас мы видим... Опять Абадона вот видит. Сейчас Манкис Форевер видел, кого он на горизонте видел. Абадона. Что в него? Врываться-то толку? А вот... Он его просто встречает и смотрит, и он говорит, опять ты. Вот просто опять ты. Где же ваш Эббит? Там Эббит везде. Но не там, где оппонент. Да, но эти параллельные курсы расходятся, как в море корабли. Эббит и Манкис Форевер не могут встретиться. К сожалению, для Манкис Форевер, разумеется. Эббит, я думаю, происходящим доволен. Этериал есть. Тысяча на руках. Остается там пару сотен до байбека. Нужно-нужно накопить. Понимает, это Эббит прекрасно. Ну и Нэш на своем Джиггернауте также активно использует время. Фармит собственный лес. Шадоу Блейд есть. Рецепт Сильверейджа был уже достаточно давно куплен. И три сотни до ультимейта арбы. Эббит находит и просто стирает 747. Я даже ничего понять не успел. И 747, судя по всему, тоже. Кстати, а байбека-то там нет. БКБшка куплена и байбека нет. А это возможность поддавить бот-линию или нет? Да, Шрайны вот разбирает Эббит. Тоже, кстати, достаточно грамотное решение. Давно пора, да. У тимейтов появятся какие-нибудь артефакты. Пытается нафармить абаддон на Алибарду. Да, но смотри, какая есть штука. Вот сейчас пополняли по артам Ониксы себя, байбеки нафармливые. Но то же самое же появляется у оппонента. А размер карты, которую фармит колы, чуть меньше. Но все равно, байбеки, они там свои получили. Но артефакты вряд ли. Но не так много их. БКБ на Адвауре это очень круто. К слову, это позволяет хоть как-то там жить против мипа. С другой стороны... С другой стороны, он с руки будет просто бить. Да, у него 170, даже 185 урона. Это тоже немало. Когда тебя мутузит 4 парня по 185, ты получаешь с каждой тычки практически по 1000 урона. При том, что есть Жиггернаут. Да, о Жиггернауте мы вообще забыли. И как-то в драке его не видели. А у него Сильвер Эйдж. Это хоронит, по идее, Бристалбека. Появление этого артефакта. Да, быстренько будет улетать ББок. Ну и Кримсон Гвард тоже у него появился. В Рошана... В Рошпидзе ходит Кол, видит там Рошана, Дубу. Дубу Дубу тоже здесь его заметил Мун. Вроде как-то быстро разобраться. Мипо промахнулся сеткой. Хекс Дубу. Хочется жить, но тут и Магнус находится. Забывать про него тоже не стоит. Риверс Полярити не стал давать Магнус. Тут забрали Варлока. Без Големов будет, конечно, получше, попроще. Раптура пошла. Сзади, обрати внимание, тут Абадон у нас. Ну и Мипо, Мипо, Мипо на 747-го тут Форстафтса. Ох, Риверс Полярити пошел. Чуть потеряли здесь свою голову Оникс. И потеряли Мипо. Дубу делает байбэк Дабу, но очень поздно. Если не будет делать байбэк Мипо, то можно там развалиться снова. И может давать Киаутик Оферинг. Отличный минус. Му очень больно, но Сильверейдж его еще не убили. Големы пошли. Вот он этот байбэк. Последствия его. 747-й. Надо бы телепорт. Не добежит. Нет. Долетит на Блинк Даггере Демон. Гарри Поттер. Абадо Кедавра. И 747 в таверну на 60 секунд. Находит еще и Слардар. Му и Му должны отсюда спастись. Нужно уходить секунду и прыгнет. Даст свой Слизерин Краш. Блодрайд. Репчер. Вроде как Джиггернаут может подменить его как-то. Но нет. Не стал он чейзить. А может быть и правильно нам Аегис надо выбивать. Да, Рошана надо. Но в данном случае не будет 51 секунду Мипо. И Аегис тут останется кому-то из живых. Кому-то, например, Джиггернауту. Нет. Сказали мол, а давайте-ка мы лучше Мипо оставим ему. Да, немножко повременят ребята из Тимоникс. С другой стороны, через 24 секунды появляется и 747. Это тоже тот момент, который нужно учитывать. В драке 747 эффективен против Мипо Рян. Да я думаю, быстро бы его забрали под Слардар. Слушай, но ты уже чувствуешь, как же достается Эйбиду. Контроля на него хватает. Да все равно он очень эффективен в драке. Безусловно. Но это всего лишь 31 минута. Чем дальше влез, тем неприятнее будет и Атут Вор Девауру получать, и Бладсикер, возможно, что-то еще там добавит помимо Аганима. Да, у него уже появился Форстафф. Это значит, что Мипарь, попавший под действие Раптур, будет умирать еще быстрее. Его будут просто там катать на Форстаффе. Но он взял, кстати говоря, посмотри, что по талантам. Мипарь взял 400 хп, окей. Эйбиду, видимо, устраивает кулдаун на его пуфы. И еще один готовит Этериал. Что-то я вот не понимаю. В Мипаре, видимо, ну вот поэтому я и не Эйбид. Я бы варил, возможно, какой-то Аганим Септер, может быть, подумал о статах с Айвскади, но... Но нет, говорит Эйбид, у меня своя игра. Так, здесь поймали Абадона, Монолик, Абадон продолжает бежать. Врывается в Рошпит, команда колл. А там никого? Там никого нет, да. Они думали, что тут Абадон караулит свою команду. Не тут-то было. А там Рошан наваливает по щекам. И сейчас, никого не подцепив, комплексити остается ни с чем. Распушивает Эйбид, спалился он на нижней линии. Сейчас должны коллы, понимаешь, что их раскачивают. На топе был Нэш. Да, и на топе Джиггернаут был, да, и Мипо. А Мипо так и будет делать. Мипо так и будет делать. Любого героя притяни к себе на линию. И можно дать возможность своим тиммейтам идти и забирать Рошана. Растянув соперника. Под Слардаром они этого Рошана заберут быстро. И вот он подтянул соперника. Да, пусть не увидел его на хайграунде, но он прекрасно понимал, что они оттянулись. Быстренько ворвался в Рошпит. Мол, не и нос там забрали. А Егес. Здесь уже находился Магнус. А Магнус... Магнус видно, что вроде как хотел в последний момент рваться, но посмотрел, где его команда находилась. Она находилась довольно далеко. И это Ривис Полярица бы ничего не принесло общим счетом. Еще один подарочек приехал в кармашек нашему зрителю. Да, в прошлый раз помнишь, чем закончился заход на хайграунд с Айегеса? Одной линией. Да. И сейчас их уже две только осталось. А если сломать еще одну, останется одна. Математика выше. Не шериф-метик. Я смотрю на мипа, я смотрю на эти 2200 хп и на два сумасшедших Этериал Блейдан. Ловкости зашкаливает, конечно. Ловкости там 170, 176, 166 точнее. И Эбит будет разваливать кабинеты, выстреливая двукратно свой основной атрибут. Плюс 75 урона. Штычки весьма и весьма неприятные. А дальше еще и пуфы. Магический дэмэдж, усиление его. 7-4-7. Пытается фармить крипов. Спалят сейчас, наверное. Да, демон передает информацию. Видит он там, что погибают крипы, но не ревилится. И Смока решил втихоряда, втихоряда. На топ-линию, которую запушил Джиггернаут, перебраться. И Му под дабл-дэмэджем. Это нужно учитывать. У них в своих расчетах атаки. Занимает позицию очень и очень растянутую. Никто не собирается вставать рядом с друг другом, дабы под РП не попадало больше одного-двух героев. Эбит продолжает также еще и противоположную линию давить. Обычно это делает команда разными. Ну, знаешь, разные игроки там. Тут все получается на одном игроке. И одна линия, где он со своей командой на блинке. Другая линия, где он мипарями бегает. И параллельно еще сейчас вернулся под фармиться в лес. 35 минут уже позади. Чем дальше в лес, тем сложнее выигрывать мипарем. Мипа не тот герой, который любит затяжные игры. Да, все верно. Преимущество огромное. Кстати, почти 15 тысяч в деньгах и в экспириенсе, но... Вот ошибка будет, если вне хайграунда ребята сольют Тильверсполярти. Или как-то малоэффективно смогут подраться. Ну, в общем, спускаться не так приятно им с хайграунда, со своего. Всегда можно подставить каких-то героев под того же самого Слордара, под этот врыв. К тому же здесь мы видим Слордар. И вот открывается в му, есть удар Сильверейджа. Слордар, хороший врыв, мипа туда же, пуф-пуф-пуф, уже готовы. Видим, что Магнуса нет, а самое-то важное, что у него сейчас нет Байбека. Пошли големы. А он его сделал, Байбек, он вернулся в драку. Нужно быть очень осторожным и сейчас прыгать готов. Манкис Форевер. Демона увозит. Неплохо так, неплохо сыграно. Я уже посмотрел на Байбека тот момент, когда он уже сделал. Но тут Эббет, Эббет ворвался. Отправил котла в таверну, закинул сетками Аутворда Воура. Блодрайт. Тот, что на Рэпчуре делает тэп-аут. Не успел сделать Магнус. Сильверс Полярси, мне казалось, он сделает уже вот-вот сейчас. Но он понимал, что он может его слить. Там по таймингам чуть не сходилось. Забавный факт. Сейчас гемами обменялись команды. Из демона выбили гем Колы, а достался гем Мелонза. С ним ходит Дебур. Так вот, знаешь, вежливые ребята. Да и игроками, знаешь, разменялись-то фактически. Здесь такой массового размена не было. Смерть Мелонза. Так что я бы не сказал, что это прям размен. Это пока все в пользу Оникс явно. Аегис еще не отдали. Тайминг на Аегис должен быть. Кстати, принимает решение делать наконец-таки Аганим Септер. Эйбит, видимо, заменит слот, в котором сейчас Аегис на этот прекрасный артефакт. Получит еще одного Мепаря и еще один Пуфчик. Скади появляется у Джиггернаута. А мы забываем все время о Нэше. А Нэш-то... Фармиет, фармиет. Незаметно и для нас, и для оппонента. Он ноль раз умер за игру, поэтому это лишний раз доказывает его незаметность. А, посмотрите на этом билд, да, и вы поймете эффективность всего этого. А сейчас вот с его помощью ребята вроде как будут заходить на хайграунд. Но нет големов. Нет големов, а вроде как хочется. Сеточка пошла. Там видим, что спрятал... Демон БКБ поражался. Семь-четыре-семь получает от него стан. Котел получает по полной программе из Эрил Блейд. Тут врывается Эбит. В Хиксе находится Бладсикер. Его грызут часть... Ох, какой ревиз полярти сейчас проблем будет у мипа. Но это... Лиша Егис. Но в это время семь-четыре-семь. Стакает себе интеллект. Вновь сетчки. Так же больно из-за фрик с балансом в таверне. И так же туда отправляет. Семь-четыре-семь делает байбэк. Семь-четыре-семь у Манкиса байбэка. Нет, сейчас просто будет гореть Тир-4. Нэшу больно. Семь-четыре-семь наваливает. Да не Тир-4. Тут можно с линиями разобраться. Так как всего два героя команды комплекса остается в живых. Это лишь... Ну, это более с его вариант сейчас победить команде Оникс. Уже на другую линию с Тревллов прилетает Эбит. Быстренько подпуфил линию. Остается последняя линия. И здесь последние шансы. Последние действия от команды комплекса. Му не надо подставляться. Сейчас может включить тысячу себе рейджа. Эбит врывается туда, на блинке. На этого петра. Семь-четыре-семь может погибнуть. И это, похоже, похороны команды комплекса. Отсюда не отпустят Бристлбека. Му пытается откидываться. Но ему невероятно больно. Подкоррозив Хайзому. Семистами ХП. Пытается спастись. И есть мега-крепы для команды комплекса. Как же все сложно. Оникс сделали все грамотно. Их мега-крепы уже выходят с базы через 4 секунды. И будут давить так же, как сами Оникс. Не уходят отсюда. Нэш получил ультимейтер. Остается лишь только Трон. В него-то как раз и играет. Есть возможность дефиться под глифом. Джи-джи. Что? Подождите, но Джи-джи пишет. Ты Гарри Поттер. Ну, немножко опередил. Глиф прожали. Ухо. Думал, что сейчас просто снесет Трон. Но прожали глиф. Но все равно. Тим Оникс побеждают в финале. И добро пожаловать на Киев Мейджор. Welcome to Kiev. Друзья, поздравляем команду Оникс и Эбит. У меня лопаты в руках нет, но я бы сделал вот так. Эбит опять на своих плечах. Просто выводит эту игру. Нет, конечно же, не в Соляру. Команда была рядом. Но этот мипарь доказывает, что он лучший мипа на этой планете. Дважды нам доказал, но здесь результат более существенный. Если там только за выход в финал он уничтожил Энпи, то здесь он уничтожил Комплексити. Обидно. Обидно мне закаяло еще добавок. Этого героя. Тим Оникс и Комплексити. Сами все видите. 38 минут, 12 секунд, 27 на 9 по киллам. И при равных прочих показателях, таких как, например, Лас Хиты, за счет, конечно, отрыва мипа команда Оникс выигрывает эту игру. Эбит. Куча дэмэджа. Как мы видим, эта игра для него чуть лучше, чем средненькая. Но такому герою, как мипа, такому исполнителю, как Эбит, этого хватает, чтобы одержать победу. И мы не увидим, безусловно, фаворитов квалификаций в Киеве. Что же, друзья, еще один претендент на Киев известен. На победу уже непосредственно в основном ивенте. Нас же ждут еще и южноамериканские квалификации. По-моему, они еще не завершились. Да, параллельно они с нами шли. Но есть еще и Китай. И Китай для вас будут комментировать наши коллеги Fever и Blow Your Brain. Да, которые чуть позже. Да, чуть позже. Пока будет, видимо, достаточно существенный перерыв по времени. Вы следите лучше за всеми новостями в нашей группе Dota SLTV. Также в Твиттере одноименном. Все очень легко и просто. Ну, а для вас этот финал комментировали мобстеры, старские. И говорим вам спасибо за то, что были с нами в это столь позднее, а может быть, уже столь раннее время. Друзья, Onyx в финале, Onyx в Киеве. Ну, а мы уходим. Еще нет, но приедут. И это тоже мы с радостью посмотрим. А что хочется сказать нашим зрителям? Любите Dota, смотрите Dota, играйте в Dota. Всем пока-пока и всего самого наилучшего. Пока. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит.